Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали притчу из Евангелия от Луки, притчу о блудном сыне, сюжет, который вам известен, и хотелось бы мне сказать несколько слов о том отношении Отца к Сыну. То есть, когда сын потерял уже, казалось бы, всякую надежду на то, что он может быть сыном своего Отца, он растронжирил имение свое, он превратился из обеспеченного, нормального, хорошего человека, ну, просто в нищего. И, придя в себя, он подумал, что не вернуться ли мне к Отцу, но уже не в качестве сына, а в качестве наемника, работника, потому что здесь голод, а там даже наемники получают больше, чем я, и не умирают с голода. И он направился по этому пути, по пути возврата, по пути возвращения домой. И когда отец увидел его издалека, он выбежал ему навстречу, не просто вышел, а, как в Евангелии говорится, выбежал, и обнял его, пал на выю его, то есть обнял его, и сказал, чтобы его одели, сказал, чтобы его омыли, сказал, чтобы его обули, дали перстень, на котором печать отцовская, да, и вернул ему все то, чего он лишился. И вот это милосердие Божие, да, то есть об этом притча-то, о том, что Господь всегда готов принять кающегося грешника, это милосердие Божие, оно необъяснимо, оно неизреченно, оно может быть как-то объяснимо какими-то человеческими понятиями, эмоциями, да, то есть недаром все же это притча, притча не для того, чтобы зашифровывать что-то, а для того, чтобы что-то раскрывать, наоборот. И вот в этой притче мы можем удостовериться, удостовериться в том, что мы приняли не от мудрецов, не от философов, не от каких-то умных писателей, которые там много могут говорить об отношениях там между родителями и детьми. Достоевский очень много тоже эту тему развивал в своих произведениях. Да, а мы это слышим из уст самого Бога. То есть это истина в конечной инстанции, в последней инстанции, неоспоримая истина. И вот каждый из нас в какие-то моменты жизни отчаивается, каждый из нас в какие-то моменты жизни понимает, что если вот Бог такой, каким мы Его представляем, а как правило мы представляем Его каким-то вот таким, судьей грозным, воздаятелем каких-то, значит, кар небесных, мы очень хорошо умеем понимать, когда Бог кого-то наказывает. Мы очень хорошо умеем понимать, когда Бог и нас наказывает. Мы знаем, вот за это нам, это, за это, это. Болезни какие-то, неприятности случаются в нашей жизни и прочее. Но еще раз повторяю, из уст самого Бога сказано о том, что Господь не хочет наказывать, а хочет ждать, хочет любить, хочет миловать и хочет принимать кающегося грешника. И вот об этом наше сегодняшнее, это наше чтение. И пусть оно утешает вас вот в такие минуты, когда подступает какое-то уныние, когда подступает отчаяние, когда образ Божий в нас затмевается совсем или заменяется каким-то Зевсом, кидателем молнии. Пусть эта притча говорит нам о том, что Отец Небесный всегда ждет нашего возвращения, и Он смотрит на эту дорогу, да, и всегда рад обнять нас и обуть нас, и одеть нас, и вернуть нам то, что, то, чего мы через свои грехи были лишены. И Богу нашему слава во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...